Ульяновская область Факт номер один. Ульяновская область обладательница довольно больших территорий. Ее площадь больше площади некоторых европейских государств, например Молдавии, Бельгии, Македонии или Словении. Лишь немного мы уступаем Нидерландам и Швейцарии. Факт номер два. В Ульяновской области находится месторождение кварцевых песков, являющиеся крупнейшими в России сырьевыми базами как стекольного, так и формовочного производства. Разведано 14 месторождений. Наиболее ценным из них является Ташлинская в Сенгелеевском районе. Факт номер три. Нижняя терраса в Ульяновске единственное место в России, которое находится ниже уровня ближайшего водоема. В свое время район должен был попасть в зону затопления будущего Уйбышевского водохранилища. Поэтому была построена дамба и сейчас целый район живет на 6-10 метров ниже уровня Волги. Факт номер четыре. Достоянием Ульяновской области являются уникальные минеральные воды, которые использовались в Симбирской губернии с начала XIX века. К числу наиболее известных относится Ундровская минеральная вода Волжанка. Факт номер пять. В Ульяновской области имеются два уникальных палеонтологических заказника, расположенные вдоль правого обрывистого берега Волги. Один расположен в районе сел Поливна и Ундары, второй в районе села Криуши. Их возраст 120-140 миллионов лет. Факт номер шесть. На территории области более 130 особо охраняемых природных территорий. Среди них старинные усадебные парковые комплексы в селе Языково и Акшуат, существующие с XIX века. Уникальный памятник Баевское окаменелое дерево, Белое озеро и Юловское озеро. Факт номер семь. В 1958 году в дополнение к железнодорожному был построен автомобильный мост через Волгу, соединивший два берег города. Императорский мост длиной более двух километров считается самым старым мостом в России. Факт номер восемь. Свой современный облик Ульяновск начал приобретать в 70-е годы в связи с празднованием столетия со дня рождения Ленина. В это время были построены архитектурные сооружения, во многом определившие сегодняшний внешний вид города. Ленинский мемориал, здание педагогического университета, гостиница Венец, Дворец культуры профсоюзов, ныне ДК Губернаторский, гостиница Советская, драматический театр, центральный универмаг. Факт номер девять. Тогда же, в 70-е годы прошлого века, за большие успехи, достигнутые горожанами в строительстве и за выполнение плана восьмой пятилетки по развитию промышленного производства, город был награжден почетным орденом Ленина. Факт номер десять. В 2004 году открылся историко-мемориальный заповедник «Родина Ленина», объединивший в себе 17 музеев. Прогуляться по музею под открытым небом, на мгновение перенестись в Симбирск 19-го столетия стремятся не только жители города, но и многочисленные туристы. Как видите, наш регион хранит в себе много интересного. Нам есть чем гордиться. Продолжение следует...